Здравствуйте! В эфире в центре внимания в студии Евгения Монакова. Я думаю, что все следили в новостях за информацией, которая прилетала к нам из города Сочи, с международного фестиваля молодежи и студентов. А вот нам сегодня действительно очень повезло, потому что на студии находится человек, которому повезло еще больше. Это волонтер 19-го международного фестиваля молодежи и студентов Александр Евжанов. Здравствуйте! Здравствуйте! Саша, ну действительно повезло так повезло. Уже не первый фестиваль, мало того, не первый раз в Сочи. Уже была пара олимпиада, крупнейшее событие, на которое ты поработал волонтером сейчас. Вот международный фестиваль молодежи и студентов. Все вот так смотрят и думают, ой, как вообще попал, насколько это сложно. Можно на самом деле, зная, что если захотеть, можно абсолютно все получить. Правильно? Все верно, Евгений, правильно говоришь. Потому что была подготовка большая ко всемирному фестивалю. Ну, не такая уж сложная, как к олимпиаде была, но все равно была подготовка. Мы готовились 8 месяцев ко всемирному фестивалю. И был отбор серьезный. И было 8 человек на место. Но как раз в РД счастливчиков я там оказался. Сколько в Амурской области вообще? От Амурской области поехало 20 человек. Я был руководителем делегации. В основном это была студенческая молодежь. Ну и один, конечно, был уже представитель более такого взрослого. Ему уже было за 35. То есть уже как бы и не молодежь. Но представлял как раз, конечно, работал волонтером. То есть в принципе тут ни возраст, ни помеха. Главная помеха, думаю, это языковой барьер. Да, все верно. Пришлось подтянуть многим на свои знания английского. Да, мы ходили на курсы английского языка для того, чтобы пообщаться с участниками всемирного фестиваля. Потому что на период проведения съехалось более 30 тысяч участников. Это и волонтеры, и участники. Поэтому была большая возможность поработать и пообщаться. И подтянуть свои языковые знания, конечно же, уже на самом фестивале. Вот, поэтому был большой плюс. Ну, я так понимаю, эти 30 тысяч – это люди абсолютно с разных стран. Да, действительно. Со всего мира практически. 180 стран приняли участие во всемирном фестивале молодежи и студентов. Но негласный язык общения был все-таки английский? Английский, да. Были, конечно, к нам подходили и бразильцы, которые не разговаривают на английском. Были португальцы, которые также только по-португальски разговаривают. Как понимали друг друга? Всем участникам и волонтерам выдавали телефоны. Ага. Да, у всех были телефоны, и в них уже была встроена программа как раз переводчика. И они на своем языке задавали вопрос нам его. И мы, конечно же, на него отвечали. Они – о, все, thank you, спасибо. То есть те фразы, которые они заучили, они нам говорили. То есть, в принципе, современные гаджеты помогали решать языковой барьер, разрушать просто на корню. Саш, ну, с 7-го вы были там по 24-го октября, насколько я знаю. Ну, фестиваль молодежи и студентов меньше длился. Что вы там делали? Мы приехали уже 7-го октября в Сочи, пока расселились. 8-го мы погуляли, адаптировались к погоде, потому что, конечно же, из холодного Благовещенск в теплый город Сочи отдохнули, погуляли на море. Но с 9-го уже началось обучение. Нас распределили по функциям. У нашей делегации были разные функции, начиная как и управление потоками, и атташе, и работа со СМИ, и пресс-центр. И вот, например, я работал на МТО, материально-техническое обеспечение. То есть у каждого волонтера была разная функция. Я очень рад, что мы были на всех функциях. То есть разнообразие было. То есть не все в одной для того, чтобы передавать опыт, который мы получили, могли уже здесь своим ребятам, своим волонтерам, получив опыт, мы должны уже его здесь передавать. Все ли были довольны распределением? Потому что действительно там как-то по-своему это все распределяется. Большинство. Вы же не влияете на процесс. Большинство, конечно же, были довольны. Но, соответственно, знаете, когда ты приезжаешь в Сочи, попадаешь вот в это мероприятие такого уровня, там уже не важно, какое у тебя направление. Главное, что ты на этом мероприятии. Ты помогаешь его организовывать, да. Конечно, я не скажу, что мы видели эти все яркие краски, которые видели все на телеканалах. Что наши делегации участников, они видели эту всю красоту. Мы видели, конечно, фестиваль с другой стороны. Потому что мы работали, мы делали этот фестиваль. Мы показывали, как нужно работать волонтером. И те навыки, которые мы применяли. Да, у нас проходила здесь областная школа волонтеров. Как раз вот этот третий этап работы волонтеров на всемирном фестивале уже показал, насколько они были обучены на этой школе волонтеров и уже показали свои навыки там. Как действительно себя показали амурские волонтеры? Я скажу, очень достойно показали, потому что к амурской делегации было, ну, я скажу, мало вопроса там. Потому что кто-то, ну, в основном участники, когда ты проходишь и по территории Олимпийского парка идешь, участники спрашивали, где там то находится, как пройти туда. Мы заранее уже были подготовлены. То есть мы прошли по Олимпийскому парку, познакомились с объектами, где будет зона питания, где будет пресс-центр. В принципе, все мероприятия проходили в медиа-центре. И я хотел бы вам дать вот программу. Я тут привез программу всех мероприятий. Вот, как раз по направлениям. Это спортивная, культмассовая, дискуссионная площадки. Ничего себе! Скажу я вам, каждая программка, это просто, ну, это огромное количество событий. В день по одному направлению. Я могу сказать про свое направление. Я был на гражданской активности. Ну, самого говорит за себя, до волонтерства, гражданской активности. Мне нужно было быть там. Я, конечно, когда у меня были выходные, либо я работал со второй смены, я посещал образовательные программы. И в день проходило по 30-40 мероприятий на этой площадке. То есть они были не такие уж длинные. То есть каждая занимала по часу. Но это были настолько плодотворные площадки, на которых ты мог подчеркнуть те знания, которые сейчас можно уже, в принципе, реализовать у себя здесь. Вот, поэтому было, конечно же, супер, я скажу так. И волонтерам поехать намного круче, скажу, с другой стороны, с возрастного ценза. Потому что на это мероприятие можно поехать только до 35 лет. Волонтером ты можешь поехать от 18, и возраст не ограничен. Поэтому волонтерский корпус Всемирного фестиваля составлял высокий, ну, самый старший волонтер, ему было 79 лет. Который работал на управлении потоками, говорил, как куда идти, куда нельзя идти. Вот это да. Ну, круто, конечно. Вот это потрясающе. Конечно, 79 лет еще это работать, я знаю, в каком режиме, причем работают волонтеры. Это, как правило, с утра до поздней-поздней ночи. Да, были такие направления, где как раз вот атташе ребята, вот у нас были волонтеры, которые работали атташе делегации. Одна девочка у нас, Светлана, она была атташе Шри-Ланки, которая работала круглыми ночами и днями, потому что она полностью их сопровождала. Она полностью им показывала, куда идти. И решала их вопросы. Поэтому они были, в принципе, с ними. И когда вот уже закончился фестиваль, мы говорим, Света, иди хоть поспи. Она говорит, я настолько, ну, как бы зарядилась этим позитивом, покайфовала там, потому что действительно, хоть ты и работаешь, но ты получаешь удовольствие от того, что ты работаешь по своему направлению. Это было круто. Саша, Свете повезло? Она там руку президента жала, да? Да, действительно. Нашим волонтерам удостоилось все, конечно же, побывать на встрече с президентом. Это было уже закрытие, и Владимир Владимирович был на одной из встречи с участниками. И как раз наша Светлана Доржиева, которая, ее, конечно же, приняли за китаянку, но она говорит, я русскую. Она из Якутии, она говорит, я из Амурской области. Она говорит, все равно, пошли. Вот, и она стояла прям рядом с президентом, он с ней поздоровался, поэтому это еще один плюс, работать волонтером на такое мероприятие, когда ты можешь увидеть и даже поздороваться с Владимиром Владимировичем. Я был на открытии, я попал на открытие Всемирного фестиваля, скажу, мероприятие было настолько высокого уровня и красивое, с такой логикой было построено, что были мурашки по коже. Я даже прослезился, когда исполняли гимн Российской Федерации. Настолько было это патриотично, что это было, конечно, очень красиво. И каждая сторона показывала, какая проблема есть и как они над ней борются. Мы показывали на этом мероприятии, как раз на открытии. Ну, я стоял, конечно, я не рядом стоял с президентом, стоял в Випложе, а он был на третьем этаже, но все равно мне удалось его увидеть так близко, я рядом с ним был, так могу сказать. Не был бы волонтером, не увидел. Да, действительно. Саша, напоследок не могу не спросить, новыми значками, новые значки в твоей коллекции появились теперь благодаря фестивалю молодежи и студентов. Конечно, могу показать. Я думаю, что все уже знают эту традицию, есть такая традиция обмениваться значками и вообще получать значки волонтерам. То есть смотрите, вот пожалуйста. Кстати, вот мне очень понравился вот этот вот с эмблемой фестиваля молодежи и студентов. Саша, но я знаю, что это не нынешнего года. Да, это значок 85-го года и когда проходила у нас вторая областная школа волонтеров, одна из участников мне подарила этот значок и сказала, Саша, я когда была маленькая, я была на этом мероприятии в Москве и как раз мне удалось получить этот значок. Я тебе его дарю для того, чтобы ты уже в свою коллекцию вернулась. Таких значков, я думаю, действительно там было очень мало. Как бы, может быть, и вообще не так. Да, действительно. Сейчас у меня есть другой значок фестивальский. Один волонтерский, который показывает, что я был волонтером в семейном фестивале. Ну, а другой как раз уже 2017 года, он висит в самом вот внизу, о том, что показывает, что да, действительно был волонтером и был участником этого мирового мероприятия. И волонтером на Сочинской Олимпиаде. Вот здесь тоже все увидели, конечно. Саша, ну что ж, тебя с новой коллекцией поздравляю. Ну, конечно, в эту коллекцию у меня еще есть. Еще и браслеты. Да, мотивация как раз волонтерам, которые давали. Ну и на память хотел бы вам, конечно же, подарить свою фудуэту, кепку, бейсболка. Спасибо большое. Это вам на память. Теперь у меня есть. Ручки участникам, которые вы давали, и я вам дарю их также, чтобы яркие моменты можно было записать. Это очень нужно. Ну и вот такие вот наклейки на телефон о Всемирном фестивале тоже вам на память. Саша, ну все, задарил. Правда, спасибо огромное. Я теперь тоже отчасти причастна к этому событию. Теперь могу об этом говорить, во все услышание. А еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Александр Ягжанов, волонтер, руководитель делегации Тамурской области, 19 международного фестиваля молодежи и студентов. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи. Будьте счастливы.